Слушайте очень внимательно, потому что это будет доступно только до 7 июня. Помните, я рассказывал вам о платформе, где есть огромное количество фокусов с гипнозом, внушением и чтением мыслей? Так вот, у вас есть возможность получить скидку на доступ к этой платформе целых 80%. Такое происходит только раз в год, и я сам есть на этой платформе и рекомендую вам туда попасть. Ссылочка будет в описании, там все подробности, переходите и получайте доступ по хорошей скидке. И попросим первого зрителя сказать стоп, например, он сказал стоп вот на этой карте, это четверка пик, и она будет находиться между двумя красными тузами. Возьмем эти три карты и положим их на стол. Просим второго зрителя сказать стоп, например, он сказал стоп на девятке буби, и она также будет находиться между двумя красными тузами. Но это будет карта номер один, четверка пик, а здесь между двумя черными тузами должна быть карта номер два, девятка буби. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Nero Young. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня я покажу вам очень эффектный и при этом довольно-таки простой фокус с картами. Там нужно буквально несколько техник, но в принципе его реально выучить. И это действительно интересный, запутывающий зрителя фокус. Сейчас мы уже перейдем к обучению, но перед этим я хотел бы порекомендовать вам магазин 54karts.ru. Огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские, есть мой фирменный набор Nero Young. Там только оригинальные карты и в мой набор входит колода Bicycle Standard. Лучшая колода для фокусов плюс 4 специальные карты для особых трюков. Ссылочка на магазин будет в описании. Переходите и смело закупайтесь именно там. Это довольно-таки простой, но при этом эффектный фокус, который очень сильно может запутать вашего зрителя. И этим он и прикольный. Вам понадобится ровно 4 карты. Я использую 4 тузов. Вы можете использовать 4 дам, либо другие карты. И вам нужно сложить их следующим образом. Вы берете 2 черных туза и кладете сверху колоды. После этого сверху идет красный туз. Разворачиваем колоду и сюда кладем также красный туз. Соответственно у нас порядок. 1 туз снизу красный. Далее идет красный туз сверху и после него 2 черных туза. Мы готовы показать фокус. Вы должны уметь делать хотя бы маленький дрибл. Вот такой. Для того, чтобы этот фокус смотрелся красиво и хорошо. То есть мы просто так вот сбрасываем карты и просим зрителя сказать стоп. Там где он говорит стоп, там мы и останавливаем. То есть скажи стоп. Допустим здесь. И теперь вам нужно красиво перевернуть вот эту карту. Я это делаю вот так. Я сдвигаю ее большим пальцем. Здесь средний. Здесь снизу указательный. И разворачиваю. То есть скорость это выглядит вот так. Скажи стоп. Запомни карту. Это выглядит прикольно и красиво. Вы можете конечно сделать просто вот так. Скажи стоп здесь. Запомни карту. Но вам во первых удобнее будет и получше будет выглядеть. Если вы сделаете именно вот так. Накрываем. И теперь мы делаем следующее. У нас торчит эта карта. Лучше ее вывести чуть дальше от себя. То есть чтобы она хорошенько торчала. Чтобы у вас все точно получилось. Сюда идет большой палец. Сюда средний. Либо указательный. Как вам удобнее. И мы вот так вот забираем двумя картами. Верхний и нижний. Карту зрителя. И разворачиваем. У нас получается красивое проявление двух тусов. Между которых находится карта зрителя. Я думаю это понятно. Давайте еще раз быстренько объясню. Один сверху. Один снизу. Зритель говорит стоп. Показываем ему карту. Забираем ее вот так. И разворачиваем. После этого мы еще раз показываем. Что мы ничего не поменяли. И что здесь действительно карта зрителя. Это нужно для того. Чтобы поставить брейк на двух картах. То есть мы вот так показываем. Прикрывая колоду. И здесь выдвигаем две карты. И ставим под них мизинец. Выглядит это вот так. Есть. Теперь мы делаем следующее. Смотрите очень внимательно. Мы мизинцем и безымянным пальцем. Приподнимаем эти карты вот так. И вот в этот разлом нам нужно закинуть вот эти карты вот так. Смотрите. Раз. Два. Чтобы эта карта по-прежнему торчала. После этого мы все это дело складываем. И сюда идут две карты верхние. То есть два черных туза. Давайте быстренько объясню еще раз. Сделали брейк. Момент показа. Развернулись немножко. И вот так вот закинули. Подровняли и положили. Зритель думает, что здесь три карты. Его выбранная карта и два красных туза. Теперь мы делаем то же самое. Мы просим зрителя снова сказать стоп. Разворачиваем карту. И нам нужно поставить брейк на трех картах. Со временем, когда вы будете часто показывать этот фокус, вы будете делать это очень быстро. Потому что вы привыкнете, где примерно находятся три карты. И будете спокойно их отделять. То есть нам нужно просто большим пальцем отчитать три карты. Поставить на брейк. Будьте аккуратнее. Сильно не пролистывайте. Иначе запалите перевернутую карту. Забираем. Кладем сюда и делаем сменку шейк-ченч. Подробное обучение будет по ссылочке в описании. Но я сейчас объясню быстренько. Большой палец идет в правый нижний угол. Средний палец идет в левый верхний угол. Мы поднимаем все четыре карты. И в момент, когда мы трясем вот так, указательный палец разворачивает эту пачку. В скорости выглядит так, как будто снова мы сделали проявление тех же самых тузов. Они появились здесь. Между ними одна карта. И к сюрпризу для зрителя это будет первая карта, а не вторая. Мы показываем это и кладем сюда. После этого мы поднимаем вот эти карты. И в момент подъема мы делаем брейк на вот этой карте. То есть смотрите. Мы сделали брейк. Подняли. И я делаю следующее. Я поднимаю вот так большим и средним пальцем все три карты. Слистываю. И вот так сразу выдвигаю. Разворачиваю. Получается вот так. И это идеальная иллюзия того, что эта карта лежала там. То есть смотрите, как это выглядит в более нормальной скорости. Подняли. Готово. И на этом фокус заканчивается. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янки. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Понравился этот фокус. Смело ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Смотрите предыдущие видео. Всем удачи. Всем пока.